Уголовное дело по факту крушения траулера Дальний Восток возбудили по статье нарушение правил безопасности движения морского транспорта. На место трагедии уже вылетели следователи и идут проверки у судовладельца. С подробностями Антон Подковенко. Конечно, эксперты только начали выяснять причины сегодняшней трагедии в Охотском море, но уголовное дело уже возбуждено по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Топлива на судне оставалось очень мало. Но это нужно проверять. И были не заполнены танки двойного дна. В это время он поднял улов 80 тонн рыбы на палубу. Когда он начал делать циркуляцию, совпалось ветер и волна. Оно, наверное, продержалось минут 30 в таком состоянии, затем перевернулось. Даже сигнал СОС не успели подать. Дальний Восток. Большой автономный траулер-морозильник, водоизмещение почти 6000 тонн. Судно, в общем, устойчивое, но шло налегке. И поднимать многотонный груз с одного борта – нарушение всех норм безопасности. Погибшего капитана Александра Притоцкого рыбаки называли рекордсменом по вылову. Капитан старался выловить по максимуму. По максимуму он бился за рыбу, потому что путина заканчивается через неделю или чуть больше. А если рыбак не выберет квоты, то его могут этих объемов лишить. С одной стороны, есть некие требования безопасности ведения промысла. А с другой стороны, на вас давит судовладелец, который требует «давай, давай, давай, давай», еще больше «давай рыбы». Возможно, на капитана давили. Следователи изымают документы у судовладельца компании «Магеллан». Эксперты уверены, работы у них будет много. «Магеллан» – это не судовладелец. Это небольшая ООО, за которой скрывается через ряд прокладок, а это фонды, офшоры, еще конечный бенефицар. Не удивлюсь, а, скорее всего, я уверен, этим бенефицаром будет иностранцы. Либо китайцы, либо корейцы. 23 южнокорейские компании промышляют рыбу и краба в российских территориальных водах. В рыболовных кругах на Дальнем Востоке этого даже не скрывают. А Китай просто хорошо платит. В России за тонну свежего минтая дают 700 долларов. В Поднебесной – 1700. Это крайне востребованный товар. Его-то и добывал погибший траулер. Охотское море называют рыбной корзиной мира. Здесь ловят треску, сельдь, навагу, камбалу, песчанку, морских окуней, мойву, тихоокеанских лососей, а также редкого и безумно дорогого камчатского краба. А сейчас пути на минтая. Рыба идет на нерест на мелководье и в 300 километрах от Магадана, у берегов Камчатки, южнее пролива Шелихова, одно из самых, как говорят рыбаки, минтайных мест. Там и затонул траулер Дальний Восток. На борту было 132 человека, 78 россиян, 54 иностранца. Из них 42 гражданина Бирмы, 5 в Нуату, 4 Украины и 3 Латвии. Квалификация экипажа оставляла желать лучшего, дешевой рабочей силы, которую поманили длинным рублем. Типичная практика китайских и корейских судовладельцев. Работники с Мьянны, там с других, как говорится, с Индонезии, с других стран Юго-Восточной Азии, они гораздо дешевле. Поэтому судовладельцы и нанимают эту дармовую рабочую силу, которая в условиях пренебрежения безопасностью мореплавания становится, к сожалению, трупами. Росрыболовство каждый день получает от капитанов промысловых судов сводки, где и сколько выловлено. Вот и весь контроль. Нынешняя трагедия показала, что этого явно недостаточно. Судовладельцы и капитаны закрывают глаза на риски. И рыба из российских территориальных вод, мало того, что уходят за границу, еще и стоят жизни нашим рыбакам. Получается, гибель одноименного траулера – сигнал СОС с Дальнего Востока, что пора спасать самый рыбный регион страны. Антон Подковенко, Вести.